итак ребята что у нас дальше дальше ведь мы с вами делаем курс джанга 2 плюс сервер да но давайте соображать вот у нас есть сервер да давайте его запустим кстати обратите внимание вот сейчас я специально сделал вот проблему при загрузке то есть сервер выключен да для себя тогда проверял запускаем сервер наш то и понятно что мы с вами разрабатываем сейчас джанг 2 плюс сервер то есть наша цель какова ну во первых создать сайт на джанга дальше установить сервер установить на него полностью программное обеспечение загрузить сайт и обслуживать то есть все своими руками это очень круто и походу если вы посмотрите я составляю план то джанга мы здесь уже копаем очень серьезно я смотрю вот подключился тут показывал сергей по моделям по моделям то есть этот джанга курс я подтягиваю уже на профессиональный уровень то есть я предлагаю делать именно приложение и такие вещи которые мало используют это proxy модели это контент типы 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 контента в общем это те сложные вещи имея базу которых можно писать все что угодно ну для примера любую социальную сеть все что угодно поэтому так как материал длинничков хватает так вот смотрите ведь сервер то у нас без морды но это было бы удивительно умудриться делать сервер да с мордой потому что мы здесь полностью у нас в виртуальной машине эмуляция реального сервера работаем мы через пайчаром на это очень удобно и копирование есть все что хотите взяли чтобы не пыркаться сейчас я просто хочу кое-что показать что мы дальше будем делать но вот это важно для меня потому что я щас поясню сейчас поясню то есть через ssh мы работаем сервером через через минжет менеджер все очень понятно все просто все легко ребят смотрите мы с вами установили сейчас закончили на том что установили апач до апач и ведь нам надо проверить здесь же мы не запустим наш сайт и нам надо запустить это в браузере вот сейчас я думаю он будет работать вот он работает да это работает нихрена ты не спрятался бусонском и тебя неправильно написал все равно нашли но ребят честно у меня ушло трое суток потому что точек входа для создания моря адресом моря и вот чтоб увидеть это в браузере хотя в интернете мануалы тоже подходов тысячи но не тысячи но точно уже ну по крайней мере не тысячи а под пятьдесят точно дальше и в принципе такое описание в интернете что от для меня это заработал сработало меня такие варианты никогда не устраивали и в принципе отдал я трое суток потому что ну разрабатываем мы сервер да и нам же важно чтобы наш сайт показывал все логично но должна быть какая-то система и все-таки я ее вывел я надеюсь что вы уже не будете сидеть трое суток как я потому что все равно виртуальной машине чтобы вывести локалхоз так как здесь же есть и свой локалхоз вот я у меня ведь а патч аст установлен и здесь на основной системе но здесь просто под рукой чтобы не переделывать и то есть я в нем переделываю свой спб да то есть тут у меня тоже шапачи есть под рукой да под рукой да тоже есть а патч и открывается он локалхоз вот да то есть теперь ничего друг другу не мешает мы можем в виртуальной машине создавать хоть 10 серверов все просто они будут на разных портах обратите внимание здесь мы сделали порт 8080 да и он отлично работает а на компьютере это под рукой и на нем сейчас работает сайт который я переделываю old old ld spb-retout.ru тоже то есть все работает ничего никому не мешает это работает на дископе здесь мы работаем уже сервером как с fps сервером само собой без морды да так вот это архиважно чтобы мы видели наш сайт то что мы разрабатываем патчаром до чтобы мы все это видели поэтому когда мы установили apache первым делом что я сделал это прежде чем установить дальше жанга и пойти мы с вами хотя уже сделали виртуальное окружение все мы с вами создали папочку файлик чтобы проверить ну сейчас я исправлю ошибку как раз радости у вас будет у меня лично много после трех трех суток это конечно было радости много это а Продолжение следует... Продолжение следует... Вот дальше можно уже продвигаться, по крайней мере, более уверенно. Теперь, когда мы понимаем, что мы сможем тестировать любое количество серверов, потому что сейчас у нас один, потом захочется другую конфигурацию, третью, и поэтому они друг другу будут не мешать, не нравится, удалил, сделал новый. То есть это круто. Работаем, смотрим сайты, которые делаем в браузере, создаем их в виртуальных машинах, поэтому, ну, классно, да, все под рукой. Вот это мне и хотелось достичь. Вот сейчас ближайшие уроки, которые мы сделаем, потому что, в конце концов, пока я все это делал... У меня получилась целая куча файлов, потом я их все, как вас учил, сношу основные инструкции. Я всегда пишу уже в проекте, да, как и вас учу сейчас, то есть Марк Даван. Но сейчас хочется все полностью переосмыслить, переосмысливать, чтобы дать уже конкретную инструкцию. И очень надеюсь, что если будете внимательными, ну, будьте невнимательными, тогда покопайтесь. Что сделаешь? Я говорю, что у меня ушло трое суток, хотя вроде как и опыт есть, но когда куча адресов большая, куча здесь профилей, надо знать, что создать в виртуальной машине, чтобы все заработало. И в конце концов, я уже что только не перепробовал, если честно сказать, вариантов кучи перепробовал. Вплоть докатился аж до этаблиц, да, и докатился аж до... Ой, сложных очень вещей таких, довольно сложных, но все это, к счастью, не понадобилось. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, что же я хотел здесь найти? Ладно. Не буду вам забивать голову. Подведем итог. Итак, во-первых, те, кто смотрит с этого урока, начинаем с SPB. Так, это сайт на компьютере, это не тот. Я, наконец, добрался переписывать его, но это очень долгий процесс оказался, на самом деле. Или если за несколько месяцев тоже, тоже, наверное, потому что с нуля все надо писать. Когда посмотрел в нутро и что-то ковырять, это фигня, все надо с нуля писать. Так вот, начинаем с Джанго, да, начинаем с SPB, то есть, тут root, тут есть для новичков Python с нуля, тут есть Джанго и вот этот суперкурс, действительно суперкурс. Но, ребят, здесь уже будет полноценно. Полноценно Джанго 2 плюс серый. Как я говорили, мы делаем, вы научитесь своими руками устанавливать сервер, настраивать его, обслуживать, туда сайт загрузите или сайты. Потом мы туда Kotlin добавим, потом мы туда будем in Java на Kotlin. В общем, в принципе, какая цель? Очень твердо разобраться с серверной частью. Потому что на сегодняшний день современный мир, ребят, ну ничего не обходится без серверной части. Приложение, которое не обменивается данными, это мертвое приложение. Поэтому серверная часть, ну как ее знать? Да надо просто брать и делать эту серверную часть самому. Раз, сделали, два. В виртуалке у вас есть возможность создавать кучу этих серверов. Потому что на самом деле с тем же Джанго, ведь вариантов много. Это я по классике ставлю, потому что мне Apache нравится. Кто-то говорит, что вот поставим NGX и Gonicorn. Да, ребят, я ж не против, у вас будет возможность попробовать. Но, извините меня, Apache очень мощный. А вот NGX мы тоже с вами поставим. Но на NGX отдадим статику, а на Apache само приложение. И будет круто, два сервера будет обслуживать. Я, допустим, не могу себе взять и поставить только NGX. Потому что я знаю, что тут надо всегда думать. Вот, например, у меня есть некоторые приложения, которые используют Apache. То есть я его все равно буду использовать. Вот. Поэтому здесь я не советчик. То есть нельзя, я вас попрошу, единственная просьба, ребят. Не надо, вычитали в интернете, вот Apache плохо, NGX плюс там Gonicorn, это хорошо, остальное все плохо. Ребят, нет, 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 неправильная точка зрения. Ребят, у вас есть проект, сайт, да, допустим. И он включает определенные библиотеки. Он включает определенные ресурсы, возможности, да. Вот отсюда и сходите. Например, если вы будете добавлять какие-то вещи, которые требуют Apache, однозначно, бывает такие вещи, да. То ставим и Apache. Если вы делаете просто там один небольшой сайтик там на заказ, да, кому-то, то пожалуйста, знаете, что не будете расширять, то ставьте там, допустим, NGX и Gonicorn. Тут можно, вы же, когда поймете, как настраивать сервер, у вас же будут варианты. Можно попробовать Apache, торнадо. То есть, ну, варианты много. В конце концов, я хочу, чтобы вы поняли одно, что серверами, вот начали в школе, да. Я хотел давно этот процесс и мечтал, помню. Я, ребят, так мечтал. Я же очень долго шел к Linux. Многие из ребят школы, вот, как, допустим, Сергей Асач, они все как-то намного быстрее, ну, конечно, с подсказками, с моими, вот. Но вопрос в том, что когда-то я думал, когда я был еще на хостингах, и то нельзя установить, и это нельзя установить. Думаю, потом я уже был просто на сервере, но это тоже ужасно неудобно. Почему? Потому что делают конфигурацию, да, вот, ты ставишь Python, ну, а ребята, ну, не умеют. Они делают все под PHP, и вот это вся, вся вот это, все эти папки как в PHP, а это все, вы знаете, лишнее, оно раздражает, да. Да, и надо там, то попросишь, надо было же просить, когда ты не сам, просишь там, поставьте редис, поставит криво, потом он ляжет этот редис, потому что его там не сделали службой. В общем, это все ужасно неудобно. И я мечтал, и начал тренироваться, создавать, и в конце концов я натренировался. И уже я перешел на свой сервер, сделал его своими руками, боевой именно. И в школе, и это, ребят, я вам скажу, это только начало, потому что я, когда начал делать уроки, вы увидите, что я ребятам даю кучу заданий. Соединились по том же SSH, так там есть файл настроек, там куча настроек, куча конфигураций, и так по каждому моменту. К чему я говорю? К тому, что я с сервером надо работать. То есть, вот есть ваша жизнь программиста, да, которую вы, и сервер вы должны включить в нее. Потому что задайте себе сейчас вопрос. А кто, кроме программиста, должен знать, какое программное обеспечение должно быть на сервере? Ребят, честное слово, никто не знает. И поверьте мне, что собирать вы будете каждый раз по-разному, потому что будет опыт. И вот я решил этот опыт накапливать. Чем классно школа? Что пошел, и кто-то из ребят одно делает, кто второй, и он начинает накапливаться. Поэтому я понял, что первое, что надо сделать, это хороший курс. Но так как, в принципе, для новичков очень много поджанга написано, здесь я начал затачивать курс под профессионалов. То есть, и он идет в такой работе, вот я начал работать, смотрю, вот Сергей Асачий пошел по этому пути правильному, да, то есть правильному. Что значит правильный путь, и вот когда по нему можно идти. Ну вот смотрите. Сейчас. Где этот парень недавно присылал? А. Ну вот, вот парень с нашей школы сделал первый практикум. Игорь, молодец, молодец. Это первое, да, простенький сайтик. Но ведь, поверьте мне, я то понимаю, как Игорь радовался, да, само собой радуешься. Это когда, вы знаете, открываешь джанга, там только один код, ничего не понятно, и вдруг ты своими руками делаешь, и оно показывается в браузере. Это круто, я помню это ощущение. Так вот, да, сделали первое, потом там разобрались с моделями. В принципе, то есть написали уже после этого домашнего задания, потом написали уже первый сайт, и вот приходит то время, когда надо было бы глубоко разобраться в джанга. И именно этому будет посвящен курс джанга 2 плюс сервер. То есть, ну здесь, здесь уже идет, я направляю, а идет работа, где там эти все код. А тут, ребята, наконец-то, вот я смотрю, и Linux занимаются. Сейчас, это мы... Ой, это я писал несколько дней назад. Да, похоже, я не мог никак вот этот получить результат, чтобы это было стабильно. Так, а что у меня там за адрес? Джанга 2, надо будет изменить, потому что сейчас только... А, вот тут он, наверное. Да. Я никак не мог получить уверенную картинку, чтобы сервер можно было просматривать на браузере, ведь это удобно. Ладно, не буду отвлекаться. Где этот код? Да, мы работаем с Jupiter. А, ну, то есть, к чему я хочу сказать. Когда вы уже первично посмотрели, пора переходить к профессиональному изучению. Ребята, и поверьте мне, ведь многие что делают? Допустим, в джанге есть прокси-модель. Но прокси-модель это модель, которая меняет поведение. И вот ребята почитают, а когда Сергей начал делать, сколько он бага у себя выявил, сколько ошибок исправил, сколько не получается. Вот именно только таким образом уже есть понимание, но надо делать, потому что то, что, допустим, по той же абстрактной модели, не абстрактной, а прокси-модели, а ее обходят. В интернете вы увидите кучу однотипного материала, да, переписанного друг у друга. Но люди прочитают, вроде понятно, использовать не могут. Я Сереже поставил задачу, говорю, ты возьми, что сделай? Ты увеличь поля и начни работать именно с выборкой, потому что сейчас смысла никакого ты не поймешь. Ты общее уловишь, а ошибки вылетать начнут потом. То есть надо взять конкретно то, что мы уже проходили, то, что есть. Сейчас я это уберу. Вот это надо делать. То есть берете и погнали вот по этой выборке, да, то есть придумываете все задачи по дате там, по выводу. Я примерную задачу давал в видео Сергею, и вот он пошел делать. И в принципе, вот к чему, вот что мне приятно, чем дает этот курс. Он сначала насоздавал кучу таблиц, потом допетрил, да, вот молодец, вот почему этот курс, да, надо делать. Потом допетрил, что смысл все время создавать, надо обновлять, да, и в конце концов сделал обновление. Ну, правильно, если вы описываете смартфон, просто сейчас вы поймете, что такое прокси-модель и почему она нужна, да, чтобы, по крайней мере, это поймете. Но вот смотрите, у вас есть смартфон, да. Вы можете и вам, ну, смартфон имеет там вес, цвет, разрешение. По сути дела, чтобы все это описать, вы можете создать кучу моделей, да, а можете создать одну, которая будет включать основные характеристики. Там это вот смартфон и все. А потом сделать любое количество полей, где вбить уже в эту же модель просто камера такая-то, цвет такой-то, вес такой-то. И при этом это будет всегда просто переопределяться поле. То есть, по сути дела, легко работать. Легко потом всегда добавить, расширить. Легко работать в пределах модели с представлением, никакой путаницы. То есть, по сути дела, пришла в голову новая какая-то, взяли-добавили. Очень просто, да. Это, я смотрю, вообще не прокси, это абстрактные у него модели. Потому что, а вот прокси, да. Ну, в общем, поняли, смысл такой. Я чуть шире рассказал. Ну, вообще, видео задумал именно по этому моменту, что, в конце концов, слава богу, у нас есть виртуальная машина. Виртуальных машин потом вы сможете создавать сколько угодно, то есть, разные конфигурации серверов. Работаем мы в школе через пейчаром и именно с виртуальной машиной через SSH, что очень удобно. Мы ее полностью видим. То есть, все открыто. Немножко времени и будете лобать, как говорили раньше в мои времена, или шарить вовсю. То есть, все эти каталоги, для вас все будет открыто, как отче наш. Поэтому, все это круто, все это просто, все это нормально. И, слава богу, что, я смотрю, ребята все-таки начали изучать больше Linux, потому что, все-таки, я всегда говорил, начинайте с Ubuntu, потом ставьте DBA. Если наоборот, то ни хрена не научитесь. По одной простой причине, что Ubuntu классная вещь. И так как постоянно она идет впереди, то у нее всегда есть какие-то мелкие там недочеты. И вам придется постоянно что-то подправлять. Значит, вы научитесь, потому что и ответы легко найти. А в DBA, вот у меня DBA, тут ошибок не бывает практически. Поэтому, научиться, я определенное время долго довольно был на Ubuntu, потом поставил DBA. Мне очень понравилось, потому что поставил и забыл. Все. А дальше работаем с серверами. Или там с чем хотим. Все, ребят. Для тех, кто начал с этого видео, вот здесь ссылки также я вам в описании дам. В описании посмотрите, дам два видео. Первое видео будет по системе, по системе, как вообще научиться программировать, да, ваш план программирования. И второе видео дам сейчас, это мощная простая система, то есть путеводитель по школе. Вообще, как изучать Python, да. Вот пришли в школе, да, постараюсь навести порядок, но это не так быстро, да. Может уже и навел, может вы видео черное когда смотрите, а сейчас то 18-й год, 19-й, то есть. Так вот. Второе видео просто разъясняет, как изучать, в каком порядке что изучать. Простая мощная методика называется. Сейчас я его здесь найду. Все, ребят, спасибо. Теперь я надеюсь, что вы это не очень серьезно. И ваши сервера, вот именно я говорю, ребят, школы, тоже будут вводиться в браузере. Вы создавайте, как мы сделаем новые конфигурации, проверяйте, радуйтесь и разрабатывайте в удовольствие. Но серверная часть у вас должна быть очень тверда. А мы в школе этого достигнем. Это наша задача. Потому что в современном мире без серверной части, что это за разработчик сайт, умею писать в сервере, нифига не понимаю. Я говорю, дядя с сервера мне поможет, блячь, поможет вам с ПХП, как понаделает, и херотень, как понаставит, потом будете только баги править. Только вы, только вы, лично программист, должны четко, вы четко понимаете, что вам нужно, а откуда придет понимание. Правильно, потому что вы поставите один, второй, третий, пятый, десятый сервер, и эти конфигурации вам будут сниться. Ничего страшного. Зато уверенно всегда вы возьмете любого клиента, настроите сервер, разместите сайт, пожалуйста, делайте, что хотите, свобода, у вас полная свобода. Потому что на сервере можно установить все, что угодно. Это круто. И это уже реальность в школе Бурсыновского. Спасибо за доверие.